2023 год определенно порадовал нас, геймеров, больше, чем 22-й. Только два слова и одна цифра — Baldur's Gate 3. А ещё мы спустя 13 лет получили продолжение Alan Wake и дожили таки до релиза Atomic Heart и Starfield. Кроме того, вышли новый Человек-паук, новая Зельда, новая 16-я, уже по счёту финалка. В общем, это был, безусловно, один из лучших годов за последнее время, сравниваемый разве что с 2020-м, когда вышли The Last of Us 2, Doom Eternal, Ghost of Tsushima и Death Stranding. Что ж, давайте вместе подведём его итоги и назовём лучших из лучших в каждой категории. Экшен от первого лица Третье место. Atomic Heart Выход Atomic Heart, разработанный теперь уже бывшими нашими соотечественниками из Мантфиш, безусловно, одно из главных событий года. Селикома, полностью построенная на советской романтике и эстетике, смешанной с ретро-футуризмом, эта игра получилась яркой, хотя и несколько противоречивой. Эмоции и впечатления она тоже дарит разные, и они меняются по ходу прохождения. Претензии очевидны — здесь много заимствований и в сюжете, и в механиках. Например, из Bioshock. Слишком неровный геймдизайн, яркие эпизоды в городе сменяются унылыми коридорами или неоднозначными салочками с роботами в открытом мире. Есть вопросы к балансу сложности. Здесь то слишком тяжело, то наоборот игрок превращается в перекачанную машину для убийства. Наконец, встречаются баги и прочие технические огрехи. Но плюсы всё-таки перевешивают. Прежде всего, это сам сеттинг — яркий, колоритный, необычный. Называйте как угодно, но только здесь вы можете сражаться или исследовать территорию под старые советские хиты и каверы шлягеров Аллы Пугачёвой, периодически останавливаясь, чтобы со слезами ностальгии на глазах посмотреть какой-нибудь советский мультик на экранах телевизоров. Радует и то, как реализована сама шутерная механика. Большой арсенал отлично проработанного оружия, куча апгрейдов, возможность создавать и модифицировать пушки самому, спецспособности, которые даёт говорливая перчатка ХРАС — всё это тоже, безусловно, достоинство Atomic Heart. Второе место. Ghostrunner 2 В 2020 году первый Ghostrunner стал локальной сенсацией в жанре, предложив во многом уникальную геймплейную формулу. Там мы в роли кибер-ниндзя по имени Джек забирались на вершину огромной башни, чтобы совершить свою месть, а по пути лихо прыгали, смачно разрезали плоть врагов катаны и решали головоломки. Эта смесь паркура, драйвового экшена и паззлов в киберпанковском мире легла в основу сиквела. Отчасти сражения стали проще, благодаря появлению стамины, которую можно тратить на блок и рывки. Но хардкора по-прежнему хватает — игра регулярно подбрасывает врагов, которым плевать на ваш блок и не прощает мелких ошибок. Ну а в целом сиквел, сохранив свою динамику сражений, стал более комфортным и понятным, что ли. Например, прокачка здесь реализована проще и доступнее. Кроме того, выросли масштабы локации и в целом всего происходящего. Появились даже приключения в открытом мире за пределами города Башни Дхарма. Они не всем нравятся, но нельзя отрицать, что такие эпизоды оживляют происходящее. К тому же теперь у нас появилась возможность лихо гонять и даже сражаться на собственном крутом байке. Да и сам сюжет стал глобальнее. Мы теперь не личную месть вершим, а сражаемся с обезумевшим ИИ и группой религиозных фанатиков. И всё это с точки зрения сценария и проработки характеров и диалогов тоже сделано лучше, чем в первой части. Хотя на первом месте всё равно остаётся шикарно реализованный экшен. Первое место. Robocop Rogue City Признаемся честно, мы назвали Robocop Rogue City лучшим шутером от первого лица чисто по субъективным причинам. Просто многие из нас помнят, как смотрели Robocop в видеосалонах, располагавшихся по соседству с первыми кооперативными киосками, где продавали сникерсы. А игра Тейон не просто напоминает фильм. Она практически копирует многие памятные локации оттуда и точно воспроизводит ту самую атмосферу. Кроме того, это не просто шутер, а умный шутер с ролевыми элементами и налётом нелинейности. И в этом смысле, особенно учитывая, что главный герой — киборг, Robocop Rogue City отчасти напоминает Deus Ex Human Revolution. Помимо чисто боевых миссий, здесь есть более мирные исследовательские эпизоды, где мы общаемся, выписываем штрафы, ищем преступников, сканируем окружение в поисках улик. В действиях и диалогах при этом есть вариативность, а наличие многих реплик зависит от уровня некоторых навыков. Да, последствия далеко не всегда очевидны, не все умения одинаково полезны, и в этом смысле до уровня Deus Ex Human Revolution игра, естественно, не дотягивает. Но всё равно такие эпизоды нужны и важны. К самой шутерной части тоже есть вопросы. И врагов слабенький, они редко оказывают достойное сопротивление, а сам Robocop, напоминая шагающую турель, мягко говоря, не слишком подвижен. Но зато здесь много видов врагов, оружия и улучшений для него. А самое главное — стрельба и пушки проработаны очень брутально и аутентично. Ты буквально кожей ощущаешь каждый выстрел, что делает игру одним из самых кровавых, громких и атмосферных шутеров прямо сейчас. Экшен от третьего лица. Третье место. Уолонг Фоллэн Дайнэсти. Уолонг Фоллэн Дайнэсти от Тим Нинджа фактически стала третьей частью их же соузлайка Нио, адаптировав при этом под себя идеи из Секеро Шадоу Дуайт Вайс. Здесь не всё ладно с сюжетом, который переносит место действия в Китае по хитрое царствие и бомбардирует игрока кучей персонажей за именами и мотивацией, которых быстро становится скучно следить. Да и к левел-дизайну есть вопросы. Слишком много однообразия. Но сам геймплей и сражения удались. Это по-прежнему, как и Секеро Шадоу Дай Туайс и Нио, довольно хардкорный экшен, который требует быстрой реакции и во многом построен на парированиях. С появлением шкалы духа, который расходуется на блоки и уменьшается при получении урона, а восстанавливается нанесением повреждений и отражением атак, игра сама стала поощрять агрессивную тактику с постоянным прессингом врагов и молниеносной реакцией на их выпады. Но при всём при этом, у Long Fallen Dynasty один из самых доступных и понятных соузлайков. Этому способствует внятная и удобная механика прокачки, а также система парирования. Единожды поняв, как она работает, дальше играть будет проще. Второе место. Armored Core 6 Fires of Rubicon После мега-успешных соузлайков From Software довольно неожиданно решила сдуть Нафталин со своей древней серией меха-экшенов Armored Core, первую часть которой они выпустили ещё в 1997 году, а пятую — в 2012. И что ещё более удивительно, игра действительно выстрелила. Что тут удивительного, спросите вы? Ведь это новая игра от From Software. Но здесь надо понимать, что Armored Core — это очень нишевая вещь с высоким порогом вхождения, и о новичках тут не слишком пекутся. В том числе поэтому пятая часть не добилась особого коммерческого успеха, и серия ушла в анабиос. Решив реанимировать её, From Software не добилась идеального результата. Сюжет о том, как меха-наёмники сражаются за ценные ресурсы на планете Rubicon 3 для тех, кто не знаком с лором серии, вообще пройдёт мимо. Да и в целом он поставлен слишком сухо. Управление и поведение камеры периодически вызывают в памяти игры с PS3 и ассоциируются с двумя словами — «Нафталин» и «Хардкор». Armored Core 6 во многом такое остаётся. Но при этом From Software удалось главное — они сохранили всю глубину механики, особенно в том, что касается широчайшего поля для экспериментов при сборке и модификации своего меха, и при этом сделали игру более современной и доступной. Многие даже уверены, что благодаря необыкновенному сочетанию доступности со сложностью и внешней простоты с глубиной боевой системы, Armored Core 6 устанавливает новый стандарт для меха-игр. Первое место. Lies of Pi Ещё один соулзлайк в нашей подборке, но более колоритный и интересный с точки зрения сеттинга и сюжета. За основу взяты приключения Пиноккио Карла Каллоди, поэтому здесь мы в роли знаменитой куклы сражаемся с обезумевшими роботами в прекрасном стильном викторианском антураже. Игру при этом хочется сравнивать с Bloodborne, хотя некоторые идеи из той же Секера здесь тоже присутствуют. Это касается системы протезов, которые дают дополнительные возможности вроде крюка кошки. Авторы не стали изобретать велосипеды, просто почти один в один клонировали идеи соулз и других главных представителей жанра. И это как раз тот случай, когда за такие вещи хочется не ругать, а хвалить. Игровые механики знакомы и понятны, при этом авторы провели работу над ошибками своих коллег. По сравнению с той же Bloodborne, например, в Lies of Pi более внятный сюжет и более удобная навигация. Порадовала и оригинальная фишка в геймплее. Она по сути одна, но зато какая возможность соединять рукоять и лезвие от разных видов оружия, получая за это те или иные бонусы и открывая широчайший простор для весёлых творческих экспериментов. Ну где ещё вы сможете крошить врагов циркулярной пилой, приделанной к полицейской дубинке? Экшен-приключения Третье место. Assassin's Creed Mirage В Ubisoft не обманули. Assassin's Creed Mirage, события которой разворачиваются в древнем Багдаде и рассказывают о юности Басима, того самого учителя Эйвора из Вальгалы, действительно стало этаким любовным письмом первым играм серии, возвращением, пусть, видимо, и временным, к корням. Здесь куда меньше ролевых элементов и больше стелса. Нас вынуждают действовать скрытно, иначе враги запоминают и начинают преследовать героя, а потом и вовсе отправляют по его душу местных терминаторов. Всё это вынуждает творчески использовать всевозможные гаджеты, ядовитые кинжалы, оглушающие ловушки, дымовые бомбы, усыпляющие дротики, чтобы творчески и не привлекая внимания разбираться с врагами. А ещё игра местами очень сильно напоминает Хитман. Здесь можно самыми разными способами устранять свои цели. Всё это говорит о том, что Assassin's Creed Mirage скорее нужно было бы назвать одним из лучших, если не лучшим стелсом года, но такой номинации у нас нет. К тому же здесь, как и обычно в серии, есть разные побочные активности, приключения, сбор полезных предметов, общение и взаимодействие с различными персонажами и даже прохожими. А ещё можно срывать плакаты со своим изображением и подписью их разыскивает милиция, или даже давать на лапу тому, кто эти плакаты рисует. Можно также нанимать артистов или наёмников, чтобы они отвлекали преследующих стражников. В общем, это не чистый стелс, а вполне себе увлекательная экшен-адвенчура. Третье место – Hogwarts Legacy Да, третье место в этой номинации Assassin's Creed Mirage поделила с Hogwarts Legacy. Это, безусловно, был один из самых ожидаемых релизов в этом году. Многие ведь давно мечтали получить полноценную ААА-игру по Гарри Поттеру. А уж если это большая красивая РПГ в открытом мире, то хоть сразу игру года давай. Но игрой года Hogwarts Legacy не стало. Гарри Поттера тут нет, как и Квидича. Сюжет, рассказывающий о новом ученике, который может управлять таинственной древней магией и владеет ключом к древней тайне, по общему мнению оказался не таким уж интересным и глубоким, при этом много повторяющихся и местами скучных побочных квестов. Ролевых элементов тоже маловато, и все же в Hogwarts Legacy слишком много хорошего, чтобы не отметить ее хотя бы как одну из лучших экшен-адвенчур года. Здесь действительно большой красивый мир, полный тайн, деталей и секретов. Его действительно очень хочется исследовать. Магические сражения хоть и устроены по знакомым принципам, но все равно выглядят довольно свежо. Ну и вообще, что тут объяснять и доказывать? Просто поверьте, что сама возможность в рамках не какой-то полуаркады, а полноценной ААА-игры исследовать Хогвартс и изучать там новые заклинания, сражаться в запретном лесу, приручать единорогов, летать на метле и кричать в лицо врагам «Авада Кедавра» — это действительно просто праздник какой-то для фанатов. Ну и для всех остальных это пусть и не самая выдающаяся, но вполне компетентная, разнообразная и увлекательная адвенчура в сказочном открытом мире, полном магии, загадок и удивительных существ. 2 место Marvel Spider-Man 2 Новая игра про Спайдермена позволяет играть сразу за двух героев — Питера Паркера и Майлза Моралеса. Оба сражаются с внутренними демонами, и оба с помощью друзей и внутренней дисциплины их побеждают. Сюжет в игре довольно плоский, к тому же полный клюквы про водку, гербы царской России и мужиков в медвежьих шкурах. Ведь один из главных злодеев, а их тут сразу несколько, носит фамилию Кравинов. Зато злодеи как раз порадовали, да и сам геймплей оставляет приятные впечатления. Да, он особо не изменился со времён первой части, только теперь у нас в подчинении сразу два Человека-паука. Оба лихо избивают врагов, используя комбо, спецприёмы и гаджеты. Естественно, появились новые устройства, возможности и костюмы, позволяющие в том числе более эффективно и эффектно летать по городу. Прежде всего, речь, конечно, про паутинные крылья. А Паркер, благодаря симбиотическому костюму, теперь ещё может и органические щупальца отращивать. Но главное, что и рядовые враги, и боссы стали более интересными и разнообразными. Каждому приходится искать свой подход. Также в игре лучше проработан стелс. Кроме того, разнообразнее стали побочные активности и сам игровой процесс. То мы терёмся, то решаем головоломки, то управляем дроном, то гуляем по парку аттракционов и так далее. И всё это, естественно, шикарно поставлено и сопровождается крутыми голливудскими кат-сценами. Первое место. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom – это продолжение Breath of the Wild, и события игры разворачиваются уже после того, как в Хайруле воцарился мир. Как оказалось, воцарился он ненадолго. Ну и кто бы сомневался, Линку, как всегда, покой только снится. И вот он уже вместе с принцессой Зельдой, пусть и невольно, но сам пробуждает короля демонов, лишаясь при этом не только принцессы, которая исчезает в пропасти вместе с таинственным артефактом, но и собственной правой руки. А весь мир Хайрула впал в хаос и изменился. Чтобы разобраться со всем этим, Линку вместо утерянной руки выдают суперпротез, который наделил его новыми крутыми способностями. Они позволяют ему собирать и улучшать предметы и оружие, отматывать время назад, возвращая предметы в прошлое и даже просачиваться через потолок, горы и вообще любые препятствия благодаря чаропорталу. И самое главное, что со всеми этими способностями можно свободно творчески экспериментировать и в сражениях, и во время исследования мира. Вообще, это и самой свободы и творчество в Tears of the Kingdom стало еще больше, чем в Breath of the Wild, хотя, казалось бы, куда еще больше. Масштабы тоже выросли. В новой игре мы исследуем три мира, условно говоря, небесный, срединный и подземный. И везде под каждым камнем и за каждым поворотом нас ждет куча контента и новых приключений. Но авторы не забыли и о сюжете, более того, ему в Tears of the Kingdom они уделили больше внимания, добавили больше роликов, кат-сцен и диалогов, лучше прописали характеры. И даже ввели побочные сюжетные линии, которые складываются в отдельные увлекательные и эмоциональные истории. Ролевая игра В этом году в списке лучших RPG собрались действительно ролевые игры, которые делают ставку на нелинейность, ветвистые диалоги, общение с напарниками и пошаговые сражения. Поэтому в этом разделе будет много похожих формулировок и слов вроде «нелинейность», «моральный выбор». Но такова правда жизни. И это всяко лучше, чем выдавать за ролевую игру очередную пафосную красивую JRPG или явно проблемную Starfield. Colony Ship, a post-Earth role-playing game, почти идеально воплощает именно такую настоящую ролевую игру. Ее авторы из студии Iron Tower Studio известны тем, что после 10 лет разработки все-таки выпустили Age of Decadence — одну из самых нелинейных RPG в истории, которую вообще всю можно пройти практически без единой драки. В своей новой работе они вдохновлялись знаменитым романом «Пасынки вселенной» Роберта Хайнлайна. Поэтому действия происходят на огромном корабле поколений, обитатели которого, ну, почти все, давно уже забыли, куда он там и зачем летит, и живут типичной жизнью обитателей постапокалиптических и футуристических миров из игр в духе Fallout, Wasteland или Cyberpunk 2077. Здесь есть разные враждующие группировки, бандиты и наркота на улицах, монстры-мутанты, порочные развлечения и так далее. Мы вольны присоединиться к любой фракции и тут же предавать. Можем стравливать лидеров и всячески манипулировать ими, чтобы по возможности найти более мирное и выгодное для нас разрешение ситуации. Сами сражения по сравнению с Age of Decadence стали динамичнее и комфортнее, как и вся игра в целом, но всё равно остались, скажем так, с занозой в заднице. Кроме того, можно использовать стелс, если он достаточно прокачан, и обходить некоторых врагов, или же лазать в открытые окна домов и воровать квестовые предметы. В общем, вслед за Age of Decadence разработчики снова сделали классную ролевую игру, в которой хочется болтать, а не драться. Второе место. Warhammer 40K Rogue Trader Warhammer 40K Rogue Trader не случайно позиционировалась именно как первая полноценная компьютерная ролевая игра по миру сорокатысячника. Да, она также вышла на консолях нового поколения, но по духу это именно олдскульная партийная компьютерная RPG, что, впрочем, и неудивительно. Ведь сделали её наши соотечественники из All Cat Games, отметившиеся до этого двумя классными ролевыми играми в серии Pathfinder. В Warhammer 40K Rogue Trader у них всё получилось и всё сошлось. В отличие от тех же Pathfinder'ов, здесь нет лишних геймплейных механик, и всё сосредоточено на главном — на пафосной брутальности и мрачном очаровании, свойственном этой вселенной. На пошаговых сражениях, увлекательной нелинейной кампании и постоянных ситуациях морального и прочего выбора. Играя за почти всесильного вольного торговца на службе бога-императора, мы на гигантском космическом корабле бороздим просторы галактики, путешествуем через варп между планетами и всю дорогу сами решаем, кого брать к себе в напарники, как с ними общаться, как подавлять бунты на корабле или вовсе не подавлять, а пойти и мятежникам навстречу, и, в принципе, как решать практически все квесты в игре. Можно даже не служить Империуму, а пойти на поводу у врагов человечества. Каждое решение и каждый поступок вольного торговца здесь влияют на весь сектор, меняя игровой мир и тех, кто его населяет. Первое место. Baldur's Gate 3. В случаях с ролевыми играми частенько бывает так, что явный лидер заранее известен и очевиден. Выходит Dragon Age Origins, Skyrim или Witcher 3, и всё, все расходимся. Понятно, кому достанется главный приз. То же самое произошло и с Baldur's Gate 3, которое стало явным фаворитом вообще всего года, и не только в жанре ролевых игр. Бельгийцам из Larian Studios не впервой делать крутые RPG, которые становятся лучшими. Примерно то же самое было с дилогией Divinity Original Sin. Да и вообще, Larian Studios давно известна своими ролевыми играми, начиная с первого Диван Диваноча, ну то есть Дивайн Дивинити. Но Baldur's Gate 3, безусловно, высшее их достижение. Это действительно в первую очередь ролевая игра, где на каждом шагу, в каждом квесте и в каждом диалоге можно и нужно делать выборы, которые позволяют отыгрывать свою роль не только в сражениях, беседах и заданиях, но даже в постели. Естественно, ближе к финалу игра начинает несколько проседать в плане нелинейности, и не все из огромного количества заявленных концовок реально предлагают что-то кардинально разное. Но путей, которыми можно прийти к основным концовкам, действительно очень много. К тому же в Baldur's Gate 3 всё отлично с прокачкой и ролевой системой, которая основана на пятой редакции Dungeons & Dragons — главной настольной ролевой механики в мире. Поэтому настоящие ролевики-затейники испытывают оргазм, выбирая при создании персонажа из 12 классов и 11 раз. Можно взять одного из семи героев со своими историями, но многие для отыгрыша роли предпочитают создать с нуля уникальную личность. А ещё именно в Baldur's Gate 3 есть уникальная возможность отыгрывать полностью злого персонажа, выбрав одержимого героя с позывным «Тёмный соблазн». ТАКТИКА Третье место. Aliens Dark Descent Очередная игра по чужим на самом деле оказалась весьма интересной тактикой. Здесь мы управляем отрядом морпехов, которые защищают станцию «Пионер» на планете «Лето» от нападений ксеноморфов. Каждый принадлежит к одному из пяти классов, включая медика, инженера и разведчика, и каждый обладает уникальными классовыми способностями, которые мы получаем по мере того, как боец прокачивается и проходит путь от новобранца до опытного ветерана боевых действий против чужих. На использование умений тратятся общие командные очки, наличие и объём которых в том числе зависит от психологического состояния бойцов. Естественно, в игре про чужих, как и, например, в любой игре по Лавкрафту, механика психоза играет важнейшую роль. Получение урона, визги ксеноморфов, какие-то неприятные и страшные сцены — всё влияет на моральное состояние подопечных, за которыми нужно постоянно приглядывать, чтобы они не впали в панику. Учитывая, что враги тут разные и довольно умные, и к каждому нужен особый подход, получилась действительно напряжённая тактика. А ведь есть и вторая составляющая геймплея. Мы управляем станцией, откуда отправляются и куда возвращаются после своих вылазок морпехи. Здесь, на станции, мы отдаём приказы своим медикам и психологам, у которых всегда много работы, управляем инженерами и учёными, и, конечно, тренируем самих морпехов. В общем, теперь вы поняли, почему Aliens Dark Descent назвали XCOM про чужих, да? 2 место. Shadow Gambit The Cursed Crew Понятно, что новая тактика от авторов Shadow Tactics и Desperados 3 была заранее обречена на успех. Тем более, что в Shadow Gambit The Cursed Crew разработчики из Mimimi Games окончательно отпустили на волю свою фантазию и предоставили игрокам почти полную тактическую свободу. Атмосфера и антураж пиратов Карибского моря, а главная необходимость набирать в команду мёртвых пиратов, обладающих разными и зачастую магическими способностями, открывают новые возможности. Ведь когда в вашей команде кто-то умеет стрелять напарниками из пушки, выращивать в любом месте кусты, чтобы прятаться там, или вселяться в тела охранников и уводить их с маршрута, скучно точно не будет. Жаль только, что на миссию можно брать лишь троих из восьми героев, у каждого из которых свои уникальные фишки, поэтому выбор команды — это отдельная, увлекательная и непростая тактическая головоломка. Впрочем, игра сама подталкивает экспериментировать и вознаграждает за это ресурсами для прокачки. Она тут скупая, улучшений мало, но каждая действительно имеет важное значение и существенно прокачивает навык персонажа. Наконец, в Shadow Gambit The Cursed Crew появились живописные уровни песочницы, где мы можем выполнять разные задания. Поэтому даже несмотря на то, что в поисках пиратских сокровищ часто приходится посещать одни и те же острова, скучно там, по большому счёту, всё равно не становится, особенно если каждый раз играть разными отрядами. Первое место. Jagged Alliance 3 Минувший год войдёт в историю хотя бы уже потому, что именно в 23-м году наконец вышло нормальное, даже отличное продолжение культовой Jagged Alliance. Разработчики из Hemimond Games, известные, например, по серии Tropico, сделали то, чего мы все давно ждали — не стали изобретать велосипед, а просто грамотно перенесли основы механики Jagged Alliance 2 в более современную с точки зрения графики и управления игру. Поклонникам серии здесь всё знакомо. Та же задача по спасению президента маленькой банановой республики. Тот же широкий выбор наёмников, среди которых есть старые знакомые Лиска, Волк, Фидель, Тень, Иван Долвич и другие, при встрече с которыми невольно пускаешь ностальгическую слезу. Кстати, проработаны все мерки просто шикарные, к ним очень быстро привязываешься, как к родным. Тактическая и стратегическая части тоже предельно похожи. Те же знакомые тактические приёмы, разные шансы попадания при стрельбе в голову или туловище, та же необходимость захватывать сектора и рудники, тренировать ополчение и грамотно распоряжаться ресурсами и временем, распределяя обязанности среди подопечных. Да, в игре на релизе были проблемы с оптимизацией, местами она отчаянно старомодна. Например, многие современные игроки никак не могут смириться с рандомными попаданиями. Да и интерфейс мог бы быть поудобнее. Но при всех своих не недостатках даже, а погрешностях, Jagged Alliance 3 совершенно точно заслуживает звание лучшей тактики года. Почему? Да просто потому, что в нашей редакции много старпёров и олдфагов, которые соскучились по бодрящим промахам в Jagged Alliance. World of Horror — игра двумерная, пиксельная, но она страшнее многих других современных ужастиков. Его автор, польский разработчик-одиночка Павел Казминский, вдохновлялся творчеством Лавкрафта и Дзюнзи Ито. А Дзюнзи Ито — это на минуточку самый известный японский автор в жанре хоррор-манги. Именно он создал культовую томие, по которой в Японии снята масса фильмов и телесериалов. В своих работах Ито смешивает безумные образы с городскими легендами и лавкрафтовским космическим ужасом, который мы видим в таких известных работах Ито, как Ремина и Узумаки. Так вот, World of Horror выстроена на тех же принципах. Внешне она напоминает интерактивную мангу от Дзюнзи Ито. Действие происходит в одном из японских городков в 80-х годах, который вот-вот будет стёрт с лица земли. Кто-то проводит ритуал призыва старших богов, и всё вокруг пронизано приближающимся ужасом. Город ещё пытается жить своей жизнью, но всё чаще люди пропадают или сходят с ума, а на улицах и в домах появляются чудища и демоны. Мы, естественно, должны остановить ритуал. Но это не экшен и не визуальная новелла, а суровый РПГ про выживание, с пошаговыми сражениями, бросками кубика в важных ситуациях и необходимостью грамотно планировать свои действия, чтобы успеть сделать всё вовремя, пока не случился конец света. Мы должны провести пять расследований, чтобы получить ключ от маяка, где проводится ритуал. И после каждого старшие боги звереют, обрушивая на город и его жителей новые беды. Так что выживать и успевать становится всё труднее, особенно учитывая ограниченные возможности для восстановления физического и психического здоровья героя или героини. И всё-таки на первом месте в World of Horror сами истории, многие из которых по-настоящему жуткие и безумные, чего стоит, например, только история о маньяке, который похищал девушек, чтобы хирургическим путём сделать из них русалок. И что самое важное, от наших решений и действий зависит, как именно эти истории закончатся. Второе место. Alan Wake 2. Многие наверняка думали, что мы назовём лучшим хоррором Alan Wake 2. Но, во-первых, забегая вперёд, скажем, что новая игра от Remedy и Сэма Лейка и без того без наград в нашем топе лучших игр года не останется. А во-вторых, Alan Wake 2 — это в первую очередь сюжет, мета-нарратив, игра в игре, поиски глубинного смысла в мета-иронии Сэма Лейка и его отсылкам к Линчу и к самому себе. Вот это вот всё. А хоррор в этой ситуации, безусловно, важная, но всё-таки вторичная составляющая, которая играет роль лишь фона, той спасительной соломинки, за которую хватается игрок в попытке понять, что тут вообще происходит. А ему говорят, успокойся, всё хорошо, что происходит сувайвл-хоррор, где нужно привычно светить фонариком в роже зомби, в смысле одержимым, и культистам, и полить им в головы, периодически поругиваясь на не совсем удобное управление камеру, что в целом привычно для жанра. Точно так же, как привычно, экономить патроны, обшаривать всё вокруг в поисках аптечек и боеприпасов и сохраняться только в безопасных убежищах. Врагов при этом меньше, но они стали опаснее, а сами сражения с ними динамичнее, в том числе за счёт уклонений. Страшно ли сражаться с ними? Скорее, неприятно. И так можно сказать про всю хоррор-составляющую Валан Уэйк 2. Здесь нет жутких скримеров, игра не пытается сделать нас раньше времени седыми заиками, но, тем не менее, хоррор здесь действительно есть, и он один из лучших в этом году. Просто это более интеллектуальный, что ли, хоррор. Это тоже может показаться мета-иронией, учитывая, что в одной из самых первых и запоминающихся хоррор-сцен мы играем за толстого, неприятного мужика с гулым задом. С ним потом начинают твориться дикие, жуткие и непонятные вещи. И интеллектуальность этого хоррора заключается в том, что да, здесь тебе неприятно, неуютно, но хочется не бежать и прятаться под кровать или в шкаф, как в очередном Outlast, а хочется всё-таки разобраться и понять. Пусть даже потом кому-то покажется, что понимать особо и нечего, а Сэм Лейк просто заигрался в Нолана и Линча. Первое место. Resident Evil 4 Remake В этом смысле Resident Evil 4 Remake выглядит более прямолинейным, но зато честным и истинным, что ли, сувайвл-хоррором, чем Alan Wake 2. Да и с точки зрения самого геймплея вопросов к нему куда меньше. В ремейке четвёртой части Capcom пошли по проторенной дорожке, знакомой по их предыдущим ремейкам. От оригинала остались сюжетная и геймплейная канва, персонажи и место действия, но всё обросло новыми деталями. Леон Кеннеди всё так же отправляется в испанскую деревушку искать похищенную дочь президента. Но сюжет выглядит более последовательным и логичным. Эшли уже так не раздражает своим нытьём, как раньше, и ведёт себя более реалистично. Роль Луиса значительно выросла, а сам Леон стал более брутальным, сосредоточенным и взрослым. Геймплей тоже претерпел изменения. Благодаря улучшенному ИИ врагов, более мобильному герою, который теперь куда активнее действует в рукопашке и в целом возросшей динамики, игра выглядит более современным боевиком. Да, Нью Моди можно назвать и появление побочных квестов от торговца, которые позволяют зарабатывать на апгрейды для оружия. И в то же время Resident Evil 4 Remake остался сосредоточенным, пугающим хоррором, причём местами даже более страшным, чем оригинал. И дело здесь не только и не столько в скримерах, сколько в работе геймдизайнеров, звукооператоров и художников, создающих крайне напряжённую атмосферу во многих эпизодах игры. Стратегия Третье место Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin Конечно, мы могли бы взять в топ лучших стратегий года, например, новую Total War Faraon, но она, сохранив общее фирменное качество, оказалась слишком предсказуемой и безидейной. А City Skylines 2 погрязла в скандалах, связанных в первую очередь с техническим состоянием проекта. А вот к Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin вопросов меньше. Да, это тоже не идеальная стратегия в реальном времени. Здесь много напряжённого микроконтроля, который при этом реализован не очень удобно. И союзников не блещет, а между фракциями, представленными в игре, не так много реальных, влияющих на геймплей, отличий. Но это всё равно отличная, очень зрелищная и красивая стратегия, которую можно назвать лучшей на сегодняшний день игрой по Age of Sigmar, сеттингу, который пришёл на смену классическому Warhammer Fantasy Battles. Здесь очень классная, разнообразная сюжетная кампания, в которой сценаристы легко жонглируют фракциями, героями и заданиями, а главное, показывают знаменитых грозорождённых, это такие местные космодесантники, а людьми, которым не чужды человеческие эмоции. Кроме того, в Age of Sigmar Realms of Ruin очень динамичный, сложный геймплей, заточенный на захват и удержание контрольных точек. Как и в Dawn of War 2, основной силой являются разнообразные отряды и их командиры со своими уникальными умениями, поэтому очень важно соблюдать синергию между ними и учитывать плюсы и минусы каждого типа войск. Но при этом также есть отстройка центральной базы и бастионов, которые мы возводим на захваченных источниках ресурсов, а потом превращаем в разные укрепленные точки, которые могут увеличивать поступление ресурсов или, например, атаковать всех врагов в округе. Поэтому приходится постоянно следить за разными точками интереса на карте, одни отбивать, другие удерживать, одновременно управляя несколькими отрядами. Сформировать один мощный кулак и рашить им не получится. В итоге игра получилась сложная, но дико интересная. 2 место. Company of Heroes 3 Company of Heroes 3 вышла спустя 10 лет после релиза второй части и предложила нам отправиться в Северную Африку и Италию, чтобы участвовать в сражениях между гитлеровской Германией и союзниками. В целом, это всё та же Company of Heroes от признанных мастеров жанра из Relic Entertainment. То есть, это отличная стратегия с соответствующим стандартам качества. Но есть несколько важных новшеств. Во-первых, это тактическая карта в итальянской кампании, вынуждающая действовать на нескольких фронтах. На этой карте мы формируем роты, перемещаем наши отряды, решаем, какие города атаковать, выполняем разные задания, в том числе побочные, и получаем за это разные бонусы, включая поддержку партизан. Вариантов действий и их последствий там довольно много, и это значительно повышает общую реиграбельность Company of Heroes 3. Не всем это понравилось. Есть мнение, что манипуляции на тактической карте искусственно растягивают итальянскую кампанию. А вот с тем, значимо пошло игре на пользу, согласны все. Активная пауза позволяет в спокойном режиме раздавать приказы подопечным и даже поставить их в очередь. Это важное изменение, которое влияет на всю игру и делает ее, с одной стороны, более комфортной и доступной, и в то же время не отменяет ее тактической глубины. Первое место. Age of Wonders 4. Чего греха таить, Age of Wonders 4 практически идеальная стратегия, и это следовало ожидать, учитывая, что сделали ее все те же волшебники из Triumph Studios, авторы всех игр серий. За все это время они явно отточили свои навыки и прекрасно знают, как правильно развивать игру. Главное достоинство четвертой части — огромное разнообразие рас и фракций. Их тут 19. Все очень разные, со своими плюсами и минусами. И что самое главное, мы можем по своему усмотрению практически полностью настраивать каждую расу, определять не только внешность ее лидера и народа, но и ее мировоззрение, культуру, историю, решать, будет ли эта фракция изучать магию или технологии, а также с кем, в каком мире и при каких условиях мы будем играть. В этом смысле царит практически полная творческая свобода, как и в том, каким способом, мирным, дипломатическим или военным решать поставленные задачи. В игру вернулось разделение на доброе и злое мировоззрение, но благодаря все той же высокой степени свободы, даже условные добряки здесь рано или поздно встанут перед выбором, как поступать в той или иной ситуации и вполне могут переметнуться на темную сторону силы. И наоборот. И в каждом случае это дает свои преимущества и недостатки. Авторы также улучшили боевую систему, довели ролевую почти до совершенства в рамках стратегической концепции и превратили процесс изучения чудес и книг в особый, почти оргазмический вид удовольствия. На этом фоне о каких-то гипотетических минусах и говорить не хочется, а хочется просто играть. Age of Wonders 4 затягивает так, что потом крайне сложно оторваться. Народный топ от Купикода В 2023 году нам всем пришлось окончательно привыкнуть к тому, что игровая индустрия в России ощутимо изменилась. Мы больше не имеем прямого доступа к подавляющему большинству зарубежных сервисов, в том числе самому востребованному в наших широтах — Steam. Компания Valve перекрыла российским банкам возможность производить денежные операции, а многие издатели и разработчики дополнительно еще и стали закрывать профили игр для российских пользователей. Но мы весь год напоминали аудитории GSTV, что выход есть, и он очень удобный. Это сервис под названием Купикод. С ним вам не страшны никакие ограничения, можно спокойно и стимовский кошелек пополнить, причем привязанный к любому региону, и напрямую игры купить. Более того, купить с сохранением всех скидок, актуальных в данный момент в Стиме. А благодаря тому, что игры высылаются как подарок, они запускаются и на российских аккаунтах. Это единственная полноценная экосистема для пополнения различных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке. А теперь топ-15 игр, которые, по данным Купикод, радовали аудиторию в 2023 году больше всего. 15 место. Lethal Company. Кооперативный хоррор от разработчика-одиночки, несмотря на нахождение в раннем доступе, собравший одни из самых положительных отзывов в Стиме. 14 место. Dead by Daylight. Асимметричный многопользовательский ужастик, сумевший собрать аудиторию в 60 миллионов игроков. 13 место. Starfield. Первая за многие годы попытка Bethesda Game Studios отвлечься от The Elder Scrolls, для кого-то ставшая разочарованием, а для кого-то вполне себе откровением. 12 место. Resident Evil 4 Separate Ways. Дополнение для ремейка четвертой Обители Зла, в котором события показываются от лица ады Вонг. 11 место. Counter-Strike 2 Культовый онлайн-шутер Valve в 2023 году обновился и наделал много шума. На Купикод большим спросом пользовался прайм-статус для игры, позволяющий играть только с премиальными пользователями и дающий эксклюзивные сувениры, предметы и оружейные кейсы. 10 место. Payday 3 Продолжение одного из популярнейших кооперативных шутеров прошлого десятилетия про банду грабителей, вселяющую ужас в жителей Соединенных Штатов. 9 место. Titanfall 2 Ultimate Edition Максимальное издание боевика, студии Respawn, включающие абсолютно весь контент. 8 место. Rust По-прежнему популярный симулятор выживания, где мы преодолеваем жажду, голод и холод, защищаясь от других игроков и делая всё возможное, чтобы добыть пропитание. 7 место. Battlefield V Definitive Edition Полное издание шутера DICE, предлагающего принять участие в крупнейшем конфликте за всю историю человечества. 6 место. Sea of Thieves Издание 2023 года. Кооперативный пиратский боевик от студии Rare продолжает жить и в прошедшем году даже получил коллаборацию с The Legend of Monkey Island. 5 место. Фазмофобия Кооперативный хоррор на четверых, как и Lethal Company, привлёкший невероятно огромную аудиторию и ставший одним из главных хитов Стима в 2023-м. 4 место. Battlefield 2042 Еще один шутер от DICE, но уже из 2021-го. Игра плохо стартовала, но благодаря регулярным обновлениям многие проблемы авторы выправили и в прошедшем году смогли сделать своих фанатов довольными. 3 место. Red Dead Redemption 2. Потрясающий вестерн от Rockstar Games в 2023-м великолепно продавался и, надеемся, продолжение не заставит себя ждать. 2 место. Baldur's Gate 3. Лучшее, что случалось с жанром РПГ за последние годы, а также игра, которая доказала, что классические партийные ролёвки могут быть супер-успешными. 1 место. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Есть мнение, что если бы Cyberpunk в своё время увидел свет именно таким, каким является сейчас, ни у кого бы не возникало сомнений, что это лучшая игра 2020 года. У CD Projekt Red ушло много времени на то, чтобы довести до ума своё самое монструозное детище, но главное, что всё получилось. Мы имеем грандиозный проект, который, похоже, будет ещё много лет оставаться актуальным у десятков тысяч геймеров. Мы искренне благодарим администрацию Купикод за то, что жизнь игроков в 2023 году стала значительно приятнее и напоминаем, что каждый из вас может воспользоваться промокодом GSTV, чтобы снизить комиссию до минимальных значений. Инди-игра Третье место Sea of Stars Sea of Stars можно назвать попыткой показать современный взгляд на классический японский РПГ в духе Хрона Триггер и Голден Сан. Это новая игра от авторов The Messenger, шикарного сюжетного платформера с моем шуток. Юмора в Sea of Stars особо нет, как и нелинейности в сюжете. И в целом, история про двух воинов, девочку и мальчика, которые избраны сражаться с великим злом, не поражает чем-то выдающимся. Чего не скажешь о музыке и особенно о графике. Аудиовизуальная составляющая в Sea of Stars близка к идеальной. Еще тут есть ряд интересных механик в сражениях, вроде живой маны, за которую можно прямо в бою заряжать магией свое оружие. Жаль только, что драк так много, что со временем от них устаешь. Зато в игре много возможностей исследовать локации, чтобы находить ценные предметы и принимать участие в побочных заданиях. Ну и в целом, Sea of Stars оставляет очень приятное впечатление. Второе место. Дредж. Уникальный в своем роде симулятор рыбалки в атмосфере лавкрафтовского ужаса в 23-м году порадовал многих. С одной стороны, тут довольно размеренный геймплей. Играя за моряка, который потерпел катастрофу у прибрежного города Большая Соль и в итоге стал местным рыбаком, мы свободно исследуем на своем корабле пять разных регионов, где много своих секретов и интересных мест. Ловим в ходе мини-игр рыбку большую, малую и мутировавшую, достаем обломки других кораблей и за все это получаем деньги. Они идут на ремонт и улучшение корабля. Есть и элементы метроидвании. В некоторые области сразу попасть не получится, но при этом в воздухе постоянно висит напряжение. Люди пропадают без вести или ведут себя странно, особенно по ночам. Здесь реализована смена времени суток. Даже днем можно столкнуться со странными, пугающими явлениями, а по ночам начинается жесть. В водах появляются чудовища и включается счетчик паники. Если не добраться до заката до ближайшего порта и не выспаться, то паника резко увеличится, и мы начнем видеть пугающие галлюцинации и сталкиваться с разными опасностями. Тут и светящиеся красные глаза, и гигантские щупальца, нападающие на нас, а из тумана может появиться другое судно с прожектором, вблизи оборачивающееся чудовищем. В общем, не игра, а полный «Лавкрафт». Первое место. «Дайв да драйвер» «Дайв да драйвер» тоже про рыб, только ловим мы их под водой в гигантской голубой дыре, большом и глубоком водоеме, в котором обитают все водные жители со всей планеты. Мы играем за профессионального дайвера, который ловит рыбку для своего же суши-ресторана. Процесс этот очень увлекательный благодаря отличной реализации подводного мира, который действительно интересно изучать. Да и геймплей на высоте. Ко многим морским обитателям нужен свой подход, нам нужно следить за запасом кислорода, искать сундуки с полезными предметами, отбиваться с помощью гарпуна от акул и постепенно прокачивать персонажа, открывая новые возможности вроде фонарика или способности резать металл. Плюс есть крафт снаряжения и собранных материалов. Но помимо этого «Дайв да драйвер» это еще и практически полноценный симулятор управления рестораном. Мы сами продаем все, что поймали, составляем меню, улучшаем рецепты еды, разносим блюда и даже нанимаем новый персонал и занимаемся рекламой заведения. Разве что готовит все за нас профессиональный повар. Позже появляется даже собственная рыбная ферма, где можно разводить нужных нам особей. И все это сдобрено отличным юмором. Адвенчура В 2023 году вышло много интересных квестов и приключений. Если с первыми двумя местами определиться было несложно, то на третье претендентов хватало. Тут и фотографическая головоломка Viewfinder и уникальная лингвистическая адвенчура Chance of Senar, но мы отдаем предпочтение более понятному, что ли, и душевному приключению, в котором на первом месте не пазлы их в этой подборке и так хватает, а персонажи и сама история. Space for the Unbound отчасти похоже на To the Moon. Здесь мы играем за двух детей, по сути, мальчика и девочку со сверхспособностями. Так мальчик может проникать в разум людей, чтобы понять причины их тревог и беспокойства. А у меня девочки помогают защитить некоторых людей, но могут вызвать у нее неприятные последствия. Сам игровой процесс довольно прост и местами даже старомоден, обладая типичными проблемами многих квестов. Исследуем локации, много общаемся, ищем важные предметы, выполняем почтовые поручения. Бегать туда-сюда обратно придется довольно много, и из-за этого игра кажется искусственно растянутой. Но можно все простить за то, какая тут трогательная история, проработанные персонажи и атмосфера родом из 90-х. Только не из наших, российских, криминальных 90-х, а, так сказать, из теплых, ностальгических, общемировых и очень, на самом деле, хороших. Второе место. Кокун Кокун — это новая игра Йеппе Карлсона, ведущего геймдизайнера Лимбо и Инсайт. И на первый, да и на второй взгляд она сильно отличается от его предыдущих работ. Там нам тоже никто прямо не объяснял и не разжевывал сюжет, но было вполне понятно, что происходит. А в Кокун сплошной сюр, то ли смесь боди-хоррора с биопанком, то ли просто ночной кошмар для тех, кто боится насекомых. Мы играем за какую-то прямоходящую муху, которая посещает странные миры, встречает там насекомоподобные строения, механизмы и существа и, нет, не сражается с ними, а решает пазлы, как преодолеть созданные ими препятствия на нашем пути или как их заставить помогать нам. И повсюду мы, как жук-навозник, таскаем шары-сферы, с помощью которых попадаем в другие миры, всегда сохраняя возможность вернуться обратно. Миры тут встроены, точнее, даже вложены друг в друга, и на этом построено множество головоломок. Активируя гигантские механизмы, мы постепенно получаем новые возможности и новые сферы. И в итоге даже можем воздействовать на предметы в одном мире, физически находясь в другом. Тут можно долго объяснять, но, поверьте, реализовано это действительно очень изящно. Есть даже сражения с боссами, но реализованы они тоже как интересные и необычные головоломки. В итоге приходишь к выводу, что у Кэкуны, Лимбо и Инсайт есть одно, но очень важное, общее. Это дизайнерский гений Йеппи Карлсона, его неуемная фантазия и чувство стиля. Первое место. The Talos Principle 2 Вышедшая в 2014 году The Talos Principle удивляла не столько самим геймплеем, ведь нечто подобное мы видели в серии Portal, сколько тем фактом, что такую игру-головоломку с философским подтекстом выпустила Кро Тим, ответственная за зубодробительную серию Series S. Решение выпустить сиквел спустя 9 лет, тоже несколько неожиданное, но больше всего на этот раз приятно удивила сама игра. В первой части мы тоже могли не только решать пазлы в замкнутом пространстве, но и свободно исследовать доступную территорию. Так вот, в сиквеле этой свободы и этой территории стало в разы больше. Местами The Talos Principle 2 напоминает полноценную РПГ в большом красивом мире, где мы ходим, бродим, свободно исследуем локации, общаемся, ищем секреты, решаем какие-то дополнительные задачи, которые помогут нам пройти дальше, открыть недоступный изначально контент или даже повлиять на концовку всей этой истории. Сам сюжет по-прежнему рассказывает об андроидах, пришедших на смену вымершему человечеству. Но здесь они уже ощущают себя полноценными людьми и задаются вопросами «Ни кто или что мы такие? А как нам избежать ошибок, погубивших человечество?» И мы своими решениями прямо на всё это влияем. В игре полно отлично написанных текстов, тонких замечаний, отсылок и цитат. Это настоящее интеллектуальное приключение. А ещё в большом городе андроидов можно посетить Музей памяти кошек и сходить на выставку, где представлены многие предметы, пазлы и даже уровни из первой игры. У авторов отлично развита самоирония. Наконец, появились новые виды головоломок. Да, поначалу многие из них кажутся знакомыми по оригиналу, но чем дальше, тем больше сюрпризов и новых механик. Мы научимся ходить по потолкам и стенам, проделывать червоточины в стенах и даже управлять другими роботами, чтобы вместе решать пазлы. Кооператив Третье место Karma Zoo Уникальный кооперативный платформер от Devolver Digital не просто дает нам хорошую игру и говорит, в принципе, ее можно пройти в одиночку, но куда веселее делать это вместе, так что набегайте. Нет, игра заточена конкретно на кооператив и подходит к нему творчески и оригинально. Вся концепция строится на том, что игроки должны преодолевать препятствия и решать платформенные пазлы вместе. Кооператив поддерживает от двух до десяти человек. И при этом нужно максимально помогать друг другу. Это позволяет зарабатывать очки кармы, которые в свою очередь открывают новые полезные умения и возможности, помогающие проходить испытания. То есть это во многом уникальная кооперативная игра о дружбе, взаимопомощи и даже о самопожертвовании. В некоторых случаях игроки могут жертвовать собой ради общего блага. Второе место Sons of the Forest Продолжение популярного выживача The Forest ждали, поэтому на старте раннего доступа в феврале двадцать третьего года случился ожидаемый ажиотаж. В первые сутки продали больше двух миллионов копий, онлайн достигал четырехсот тысяч игроков. Вы, наверное, ждете, что мы сейчас скажем, а потом все это обернулось провалом? Но нет, не обернулось. К концу года Sons of the Forest набрала более ста пятидесяти тысяч очень положительных отзывов в стиме. И есть за что. Игра стала масштабнее, примерно втрое, а в этом жутком полном каннибалов и мутантов лесу меняется не только погода, но и времена года, что серьезно отражается на геймплее. Например, зимой враги могут добраться до вас по замерзшему озеру и потому становятся агрессивнее. Да и в целом авторы явно улучшили вражеский ИИ. А еще они дали больше свободы для творчества во всем, что касается строительства. Конечно, в ранней версии есть проблемы, не все еще ладно с оптимизацией, не хватает контента, не завершен сюжет, но многое компенсирует сама атмосфера, увлекательный геймплей и, конечно, возможность кооперативного прохождения. По сюжету с самого начала у главного героя есть и напарник, глухонемой Кельвин, который молча выполняет наши поручения. Потом еще может присоединиться трехногая и трехрукая Вирджиния, но куда веселее и интереснее играть с друзьями, тем более, что Sons of the Forest поддерживает полный кооператив на 8 человек. И многие ценят игру именно за возможность увлекательного совместного выживания с друзьями. Первое место Remnant 2 Примерно то же самое можно сказать и про Remnant 2. Это удачное продолжение успешной игры, которая стала еще лучше, больше, интереснее, сложнее, атмосферней и разнообразнее, а улучшенная процедурная генерация касается не только локаций врагов, но и заданий и даже сюжета. Поэтому реиграбельность тоже увеличилась в разы. Да и вообще, Remnant 2 один из лучших, если не лучший Souls-like года. Это сложная, но дико увлекательная и затягивающая игра. Здесь три уровня сложности, но назвать самый первый из них легким язык не поворачивается. Даже на нем приходится очень нелегко, особенно в битвах с боссами, которых тут много и помимо сюжетных. Поэтому умирать приходится часто. И после каждой смерти снова и снова хочется сюда вернуться. Настолько тут крутой геймдизайн, атмосфера и враги, которые постоянно держат в напряжении и возвещают о своем появлении тревожными звуками, которые одновременно пугают и заставляют коварно улыбнуться. Ну что ж, давайте посмотрим, кто кого на этот раз. И когда герой после отражения очередной ожесточенной атаки выдыхает «Господи, наконец-то, что это было?», тебе хочется выдохнуть вместе с ним. Но также после каждой смерти ты понимаешь, что надо найти других игроков и вернуться сюда вместе с ними. Да, Remnant 2 во многом заточена на кооператив и поддерживает игру до трех человек одновременно. Кроссплея нет, но совместный режим все равно дарит массу эмоций. И когда читаешь, как игроки делятся своими впечатлениями и историями, например, о том, как вместе с друзьями несколько дней подряд сражались с финальным боссом на кошмарном уровне сложности, то понимаешь, вот она, лучшая кооперативная игра года. Гонка Третье место The Crew Motor Fest Будем честны, The Crew Motor Fest это довольно откровенный клон Forza Horizon. Здесь тоже в центре внимания яркий праздник, гоночный фестиваль на солнечных Гавайях, а вместо связанного сюжета набор тематических приключений в рамках так называемых плейлистов, которые могут быть посвящены, например, японским авто, историей Порше или экстремальным испытанием, где нельзя сбросить растущую с каждым кругом скорость. Хватает испытаний и занятий и за пределами плейлистов. Например, в открытом мире есть режим побега, где нужно проезжать на высокой скорости через кольца, пока идущее сзади красное облако не догнало ваше авто. Все это сопровождается красочными видами, атмосферой праздника и, наконец-то, впервые в серии нормальной физической моделью, благодаря чему машины управляются лучше и ощущаются по-разному. Добавьте к этому обилие авто, множество возможностей для тюнинга и интересную систему прокачки, которая, кстати, работает иначе, чем в Forza Horizon. Понятно, что от сравнений все равно никуда не деться и собственных идей у The Crew Motorfest действительно маловато. Но это не отменяет того факта, что мы получили не просто лучшую игру в серии The Crew, но и одну из лучших гоночных игр всего года. Второе место. E-Sports F1-23 Пожалуй, главное достижение F1-23 — переработанная физическая модель, которая многих откровенно разочаровала в F1-22. В новой игре авторы создали более реалистичную модель управления с точки зрения аэродинамики и сцепления шин с трассой, что позволяет кастомизировать подвеску и давление в шинах. Для этого разработчики собрали данные о поведении болидов у команд Формулы-1. В итоге машина ведет себя более управляемо в фазе ускорения. Механика поворотов тоже оставляет приятное впечатление. Наконец, разработчики усовершенствовали поддержку контроллера, за счет чего можно лучше контролировать болид. В итоге физика управления машинами стала более реалистичной и в то же время предсказуемой. Другие аргументы в рукаве игры — это, конечно, возвращение яркой проработанной сюжетной кампании Формула Победы 2, в которой мы принимаем решения, влияющие на развитие событий, а также появление расширенного хаба F1 World, где можно проходить специальные испытания, участвовать в сетевых заездах и зарабатывать ресурсы на улучшение болида и косметические предметы. Первое место. Forza Motorsport. Новую Forza Motorsport критики практически в один голос называют едва ли не лучшей в серии. Причины очевидны. Потрясающая графика и физика, которую в сиквеле основательно доработали, полный контроль шины топлива, улучшенный и в одиночной игре, захватывающие гонки в мультиплеере, динамическая смена погоды. И, конечно, здесь впечатляющий парк из 500 машин, на которых можно гонять по 20 трассам. Не все, конечно, идеально. Систему штрафов, запрещающую срезать и нарушать правила, оценили не все. Да и к прокачке есть вопросы. Она слишком растягивает процесс для каждого отдельного автомобиля. В мультиплеере кому-то не хватает режима игры на разделенном экране. Наконец, кто-то считает слишком скучным и неинтересным режим карьеры. Но, во-первых, это игра-сервис, которая явно пришла надолго и будет дополняться, развиваться. А, во-вторых, едва ли кто-то будет спорить с тем, что Forza Motorsport очень классные, лучшие в Сирии ощущения от самой езды. А это самое главное для гоночной игры. Дополнение. Третье место. Crusader Kings 3 Tours and Tournaments. Это, пожалуй, самое масштабное дополнение для Crusader Kings 3. Первым делом надо отметить титульные турниры, большие и малые, которые представляют собой игру в игре. Это отдельные увлекательные события, где можно принять участие в разных активностях, включая настольные игры и художественную декламацию, завести друзей, заработать опыт или денег, снизить уровень стресса или даже попытаться устранить нежелательного персонажа, подстроив всё как случайность. Кроме того, в Tours and Tournaments появилось куда больше возможностей и поводов для заинтересованных путешествий по карте, маршруты которых мы прокладываем сами. Для этого авторы дополнили систему случайных событий, которые постоянно ставят перед разными выборами. Есть также туры со специальными задачами. В них можно отправлять персонажей со званием Герцог и выше, которые по итогам могут открыть новые свойства личности. Есть и другие приятные новшества, включая механику регенства. Обо всём и не расскажешь. Просто поверьте, что это действительно одно из лучших дополнений года. Второе место. Resident Evil 4 Remake Separate Ways Отсутствие в Resident Evil 4 Remake отдельного сценария за любимецу фанатов Аду Вонг многих расстроило, но дополнение Separate Ways исправило эту проблему. Ада, как и в оригинальной игре, лихо пользуется своей крюк-кошкой, что позволяет ей быстро преодолевать недоступные Леону препятствия и сокращать дистанцию с оглушенным противником, нанося тому урон в ближнем бою. Это делает геймплей ещё более динамичным. При этом ей доступны в сражениях все те возможности, которые появились у Леона в ремейке. Сам сюжет, как и в оригинале, показывает события с другой стороны. Даже некоторые знакомые по оригиналу кат-сцены демонстрируются с другого ракурса. И всё это изящно встраивается в основную кампанию игры, не нарушая её целостность. Но что ещё важнее, в новой версии Separate Ways появились новые сюжетные ходы, геймплейные секции, переработанные задания и схватки с боссами. А в некоторых случаях дополнение ещё и заполняет пробелы, оставленные ремейком. Первое место. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Призрачная свобода стала для CD Projekt Red той работой над ошибками, которая помогла ей не только саму игру сделать лучше, но и окончательно, ну почти, восстановить свою репутацию, которая после проблемного релиза оригинальной игры тоже стала отчасти призрачной. Именно после выхода Phantom Liberty поляки окончательно уладили миром судебную тяжбу с инвесторами, обвинявшими их в намеренном сокрытии информации о реальном состоянии игры на релизе. В этом глобальном расширении есть немало полезных нововведений. Тут и оптимизированная, доведённая до ума ролевая система, и новая пятизвёздочная система славы у полицейских, и которых также был улучшен, чтобы копы более активно реагировали на наши преступления. Но главное, это, конечно, новая сюжетная линия в Пёсим-городе, в самом злачном и при этом самом интересном районе Найт-сити. Здесь больше жизни на улицах, больше действительно интересных побочных активностей, а в самом сюжете больше реально серьёзных вызовов. Да ещё и Ви можно спасти, получив лекарства для него. Саундтрек Третье место Final Fantasy XVI Саундтрек 16-й финалки это, конечно, отдельное грандиозное мероприятие. Почти 200 композиций, два вида издания на 7 дисках в стандартном и на 8 в Ultimate Edition. Большинство вещей написал Масайоси Сокин, работавший также над саундтреком в 14-й части и всех её дополнений. Но кроме внушительных цифр и громких имён важнее и сама музыка. Она, в отличие от самой игры, почти идеальна. Мрачная, величественная, симфоническая, эмоциональная. Она разная, но общее печальное настроение всё же превалирует. Этим она даже несколько выделяется на фоне всей остальной серии. Поэтому некоторые традиционные и постоянные для неё композиции вроде Прелюд и Чокобо посчитали несоответствующими духу игры. Второе место Hi-Fi Rush Скажем честно и сразу, мы в редакции любим рок и, в принципе, классную гитарную музыку в разных жанрах, например, в блюзе. А такой музыки в саундтреке к Hi-Fi Rush очень много. Причём от таких известных групп, как Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable и других. Ну и как, в принципе, могла не попасть в этот топ-лихай ритм-игр от авторов The Evil Within, промечтавшего стать рок-звездой парня, который теперь бегает со вживлённым в грудь музыкальным плеером, избивает врагов гитарой под Продиджи и дружит с очаровательной робокошкой по имени 808. Отметим и заботу о пользователях. Hi-Fi Rush во многом построена на взаимодействии с другими игроками, и в режиме трансляции вся музыка, защищённая авторскими правами, заменяется на оригинальные композиции, созданные именно для трансляции Hi-Fi Rush. Первое место. Atomic Heart Это как раз тот случай, когда все всё понимают и просто глупо объяснять, почему в номинации «Лучший саундтрек» победила игра, где звучат ремиксы на песни Орликина, Трава у дома, Музыка нас связала. Давайте лучше предоставим слово авторам. Вот что сами они говорили про работу над саундтреком и, в принципе, звуком для игры. Мы постарались привнести во все системы, управляющие музыкой, максимум свежих и необычных решений. У нас команда настоящих аудиофилов. Мы верим, что музыка делает 50% сцены, поэтому вы почти всё время что-то слышите на фоне. Для Atomic Heart мы перебрали по тысячу композиций 50-х-80-х годов и отобрали лучшие произведения тех лет, которые передают позитивный, светлый настрой Советского Союза. Всё это вы слышите из громкоговорителей, по радио и во время ключевых кат-сцен. У саундтрека есть отдельное место в сюжете, и у нас есть обоснование, как в альтернативной вселенной появились песни из нашей. При этом советские треки контрастируют с агрессивной, мрачной электроникой и индустриалом. Над саундтреком вместе работали Мик Гордон и наши композиторы. Узнаваемый звук Мика лучше всего подчеркивает, что за светлой обёрткой Atomic Heart скрывается депрессивная технологическая антиутопия. Сюжет Третье место Cyberpunk 2077 Phantom Liberty При всех претензиях, справедливо предъявляемых киберпанку на релизе, нельзя было не признать, что с сюжетом, проработкой персонажей и многих квестов там всё было в порядке. Авторы Ведьмака просто не умеют делать эти вещи плохо. Но Phantom Liberty они сделали ещё лучше. Согласившись спасти президента, наш герой или героиня попадает в новый район Найт-Сити, «Пёсий город», где события сразу стартуют с места в карьер. Бешеная и даже несколько непривычная для оригинала динамика сменяется размеренным заинтересованным исследованием киберпанковских трущоб, с добавлением которых в игре появилась побольше оригинальной депрессивной атмосферы из настолки Майка Понтсмита. А ещё на улицах здесь больше жизни и действительно интересных побочных заданий, которые можно решать разными способами. В самом центральном сюжете «Призрачной свободы» тоже полно нелинейности, драмы и настоящих шпионских страстей. Событий много, и в некоторых можно найти отсылки к «Призраку в доспехах», Джону Уику и «Сердцу тьмы». А ещё авторы подарили несколько новых отлично проработанных персонажей, а старым добавили деталей и глубины. Речь прежде всего, конечно, о Джоне Сильверхенде в исполнении Киану нашего рейвза. Второе место. «Балдурс Гейт 3» В ролевых играх от Лариан всегда было хорошо с сюжетом. Уже самая первая «Дивайн Дивинити» во многом стала популярной благодаря тому, что там органично сочетались дьявлоподобный геймплей с сюжетом, персонажами и квестами, которые пусть и отдалённо, но можно было сравнивать с «Балдурс Гейт». Да, уже тогда, в 2002-м, слова «Лариан Студиос» и «Балдурс Гейт» звучали в одном предложении. У бельгийцев всегда здоровый, ну, более-менее юмор в духе Терри Пратчета типичными фэнтезийными темами и эпосом, интересными нелинейными квестами и колоритными персонажами. Просто в «Балдурс Гейт 3» Свен Винки и сотоварищи достигли высшей на сегодня точки развития, поэтому и в сюжете всего больше и всё ещё глубже проработано, чем раньше. Но дело, конечно, не в масштабах происходящего, количестве концовок и их вариации, и не в возможности закрутить роман со всеми подряд, включая медведей. Как обычно, дьявол в деталях, причём в данном случае дьявол порой выступает не в метафорическом, а в буквальном смысле. О чём говорить, если уже в начале сюжетной кампании мы встречаем тёмную дроуэльфийку Мертану, которую поначалу хочется, да и нужно по квесту удавить, но можно и пойти за ней, чтобы окунуться в пучину зла и убивать толпы мирных жителей. И всё для того, чтобы потом иметь возможность взять её в команду и переманить на сторону добра или хотя бы попытаться. Кто-то скажет, что это какая-то глупость, а мы уверены, что это как раз характеризует всю игру, показывая, насколько глубоко проработан тот сюжет и персонажи. Первое место. Alan Wake 2 Про сюжет Alan Wake 2 можно говорить много и долго. Дело это сколько же благородное с точки зрения гонорара за объём написанного, сколько и бесполезное, если вы хотите объяснить, о чём он и чем хорош. Понятно, что это умное и в то же время ироничное кино или попытка таковым казаться, приправленное метанарративом, метасмыслом и мета-иронией. Сейчас все разделились, одни восхищаются сюжетом, другие уверяют, что Сэм Лейк, сценарист и создатель игры, всех надул, ничего особенного тут нет и вообще это всё графомания и слабая пародия на Линча и Нолана. Но говорить так могут только те, кто так и не понял ни игры, ни Лейка и слишком серьёзно относятся к тому, что здесь происходит. Сэм Лейк прекрасно понимает, с кем и как именно его будут сравнивать, он этого и добивается и на самом деле просто тонко троллит и играет с нами. Отсылки к Twin Peaks с пародией на телешоу, чумовой мюзикл в прямом эфире, ностальгическое до слёз возвращение Лейка в роль Макса Пэйна и даже попытки связать воедино вселенную Алан Уэйк и Контрол с помощью весёлого финского уборщика говорят о том, что перед нами фанфик имени самого себя, ироничная игра в Бога. Да, быть может, он отчасти заигрался, и постмодернистской иронии здесь слишком много, а нолановской выверенности сюжета и линчевской глубины слишком мало. Но в любом случае сюжет Алан Уэйк 2 безусловно подарил нам массу эмоций. О нём говорят, о нём спорят, а это главный критерий успеха. Кинематографичная игра И опять минутка ностальгии. Как мы уже рассказывали, Робокоп Роук Сити настолько близок к оригинальным фильмам о Робокопе, что фактически представляет собой интерактивное кино, где в точности воспроизведены знакомые по киносерии локации и персонажи. Плюс, конечно, добавились новые. Как говорят сами авторы, студия-разработчик, издатель Нейкон и правообладатель Метро Голдвин Майер работали вместе, чтобы обеспечить полное соответствие фильмам. При этом разработчики посмотрели их несколько раз, чтобы в том числе дать в игре сатиры и иронии в отсылках к оригиналу. Да и сюжет полностью укладывается в канон и даже объясняет некоторые детали. Действие разворачивается между вторым и третьим фильмом. Робокоп пытается вспомнить всё из своего прошлого и определиться с тем, кто он такой, а попутно гоняется за неким загадочным новичком, спонсирующим городские банды Детройта. Здесь мы довольно медленно сражаемся, прямо как в фильмах, ощущая себя ходячим танком и точно так же брутально, громко и смачно палим из пистолета, выдвигаемого из ноги. Но ценность этого игрового кино ещё и в том, что мы так же, как Питер Мёрфи, общаемся на улицах Детройта, сканируем улики, патрулируем и ищем преступников. Добавьте сюда тот факт, что Робокопа снова озвучил Питер Уэллер, исполнитель главной роли в кинокартинах, и вы поймёте, что в этом топе делает Робокоп Роук-Сити. Второе место. Marvel's Spider-Man 2 Можно, конечно, по-разному относиться к Marvel's Spider-Man 2, обвинять её в безидейности и отсутствии действительно значимых нововведений, ну, не называть же этим новые костюмы и возможность летать на паутиных крыльях. Можно сокрушаться по поводу предсказуемости сюжетных ходов и мотивов главных героев, которые практически не менялись со времён самых первых фильмов о Человеке-пауке. Герои всё так же борются не только с известными злодеями, которых в этой игре как-то особенно много, но и с внутренними демонами, проходят путь становления и всё преодолевают, в том числе с помощью верных друзей. Но нельзя отрицать очевидного. Это большая, крутая игра от Insomniac с кучей шикарных роликов, голливудской постановкой и отличными актёрами, подарившими свою внешность и голос ведущим персонажам. Первое место. Alan Wake 2 Все мы ещё со времён Макс Пейн прекрасно знаем, что Сэм Лейк киноман и киноманьяк, который обожает цитировать любимые фильмы и режиссёров. И каждая его новая игра по определению становится и самой кинематографичной. Потому что, если в большинстве других случаев это только закос под киношность, связанный в основном с приглашением известных актёров и напичкиванием игры кучей крутых катсцен и роликов, то игры Remedy и Сэма Лейка по сути и есть само кино. В случае с Alan Wake 2 это поначалу безусловно смесь Twin Peaks и секретных материалов. Потом мы видим что-то в духе фильмов Нолана и Линча, разбавленное пародиями на телешоу, мюзиклы и много чего ещё. Причём всё это сопровождается шикарными сценами с участием живых актёров. Можно спорить, органично смотрятся Илка Вилли в роли Алана Уэйка или нет, но его живые глаза и эмоции, которые мы видим именно в самой игре, а не в сопровождающих кинотрейлерах, уж точно совершенно уместны и даже необходимы. Так игра окончательно превращается в интерактивный фильм. И в итоге мы получили уникальное авторское кино от Сэма Лейка, которое балансирует на грани между мрачным сюрреализмом Линча, смысловыми головоломками Нолана и иронией. Вот тут хотелось написать иронии Уэса Андерсона, Питера Гринвэя или Тарантино, но на самом деле это ирония Сэма Лейка. Он и сам уже как Тарантино. Простой киноман, вскормленный и сыплющий цитатами и отсылками к любимым фильмам, превратился в самодостаточную творческую личность, демиурга, создающего причудливые киномиры, уникальность которых как раз заключается в том, как он манипулирует цитатами и отсылками, тонко играет с нами и нашими ожиданиями, приправляя все это собственной постмодернистской иронией. Технологичная игра Третье место Final Fantasy XVI Игры серии Final Fantasy всегда были пафосными, эпичными и красивыми. Аудиовизуальная составляющая в них — это всегда что-то с чем-то. Вот и шестнадцатая финалка не стала исключением. Не случайно она попала в номинации и на лучший саундтрек, и на лучшую графику. Показателем технологической и графической крутизны стала не только победа в соответствующей номинации на The Game Awards, но и анализ игры специалистами Digital Foundry, который показал, что реалтаймовая графика в Final Fantasy XVI фактически приблизилась к уровню CGI, то есть к пререндерам из Final Fantasy XIII. По их словам, визуализация персонажей, а также тени и окружение в шестнадцатой части находятся на одном уровне с пререндерами из тринадцатой серии, если не лучше. Однако в отдельных местах, таких как физика одежды и волос, а также по качеству изображения, Final Fantasy XVI всё-таки ещё слегка отстаёт от предзаписанных роликов из Final Fantasy XIII. И в целом, как показывает анализ, она ни в коем случае не идеальна, хотя и стала одной из самых совершенных игр, протестированных в этом году. По мнению экспертов, Final Fantasy XVI показывает, какой значительный скачок вперёд совершила игровая графика в реальном времени за два прошедших поколения. И если ещё не превзошла CGI прошлых лет, то очень близко к нему приблизилась, а в каких-то моментах уже даже опережает. Второе место. Alan Wake 2 Безусловно, Alan Wake 2 – выдающаяся игра, в том числе с технологической и графической точки зрения. Более того, эксперты Digital Foundry называют Alan Wake 2 самой красивой игрой текущего поколения на сегодняшний день. Дескать, она выглядит великолепно как на консолях, так и на ПК с максимально возможными графическими параметрами и включённой трассировкой путей. Причём даже на средних настройках графики без аппаратной трассировки лучей игра замечательно выглядит и выполняет программный рейтрейсинг, хотя большинство современных игр так не делают. Похвалы заслуживает и система глобального освещения, которая обеспечивает впечатляющее изображение даже без трассировки лучей. И бла-бла-бла. Всё это так, игра выглядит круто, особенно удались осенние пейзажи и краски. И всё же назвать её лучшей в этом смысле язык не поворачивается, слишком много вопросов к оптимизации и слишком часто случаются разные графические, а также аудиоглюки. Первое место. Marvel Spider-Man 2. Многие были разочарованы тем, что новая игра про добродушного соседа, точнее, на этот раз про двух сразу, получила множество номинаций на последний The Game Awards, но ни в одной не победила. И так с играми Insomniac Games происходит постоянно. Хотя бы частично исправляя эту несправедливость, отдаём пальму первенства в номинации «Лучшая графика и самая технологичная игра года Marvel Spider-Man 2». Тем более, что это действительно так. Если по поводу Final Fantasy XVI эксперты Digital Foundry ещё делали какие-то оговорки про неидеальность, то относительно Marvel Spider-Man 2 они однозначно говорят, что это ещё один технический триумф в студии Insomniac. Помимо, собственно, графических красот, поражает то, как быстро игра грузится. Например, переход из главного меню PS5 до геймплея занимает всего около 9 секунд. Как отмечают в DF, загрузка происходит так быстро, что создаётся впечатление, будто игра всё это время находится в фоновом режиме. Но самое главное — то, насколько более живым стал город. В художественном плане город из Spider-Man 2 не сильно отличается от того, что было в первой части. Но благодаря повышенной детализации, а также обновлённому и более разнообразному освещению, разница действительно существенная. Мультиплеер года Третье место. BattleBit Remastered По сути, BattleBit Remastered — это низкополигональная калька Battlefield. Игроки сражаются в привычных режимах и условиях, на месте и классическая система классов с ролями штурмовика, медика, инженера, поддержки и разведчика и возможность управлять техникой, включая танки, вертолёты и морские суда. Ну и богатый арсенал из более 45 видов оружия, которые можно открывать и улучшать с помощью различных обвесов. Только при этом здесь просто огромные масштабы, доступные серверы на 64, 128 и даже на 254 игрока. И практически всё на уровнях можно разрушить. Поэтому многие называют BattleBit Remastered помесью Battlefield и Minecraft. Авторы не случайно говорят о том, что игра нацелена на массовую многопользовательскую интенсивность, развязывая хаотичные и невиданные военные действия на полностью разрушаемой карте. Всё верно? И про массовую, и про интенсивность, и про разрушаемость, и про хаотичность. Последняя часть и связана с забавной физикой, из-за которой тяжёлая техника тут может взлетать в воздух, наехав на кочку. Но в целом это не мешает играть и получать удовольствие, в том числе из-за системных требований, которые, как вы понимаете, в BattleBit Remastered весьма и весьма демократичны. Второе место. Party Animals Party Animals не займёт первое место в этой номинации, но зато это точно самая весёлая мультиплеерная игра года. Здесь игроки в роли различных животных, щенков, котят, уток, кроликов, акул, динозавров и даже единорогов избивают друг друга в различных режимах. Зверята смешно, почти как ваньки в станьке бегают, точнее пытаются это делать, и редко используют оружие, которое иногда оказывается на арене. В основном драться приходится лапами и головами, пиная друг друга, оглушая, захватывая, сталкивая и выкидывая за борт. Можно делать это как в команде, где восемь игроков делятся на два противоборствующих отряда, так и в режиме каждый сам за себя. При этом помимо драк тут ещё есть забавные мини-игры и испытания, когда, например, две команды пытаются играть в местный вариант хоккея или оказываются на двух движущихся поездах и должны таскать уголь к топке, чтобы поддерживать скорость. Да, Party Animals фактически является помесью Gang Beasts и Fall Guys, но во многом она развивает их идеи. И в любом случае, если играть весело и интересно, какая разница, чей это клон или не клон. Первое место. Street Fighter 6 Street Fighter 6, безусловно, лучший файтинг года, одна из самых высоко оценённых игр на метакритике и вообще безусловный хит. В Capcom учли не лучший опыт пятой части и сделали так, что в шестой уже на старте доступно много режимов и контента в целом. Да и боевая часть благодаря механике Drive Gauge стала более глубокой и в то же время доступной даже для новичков. Здесь всё очень подробно разжевывают и наглядно поясняют. Самое забавное, что одно из главных новшеств, за которую все хвалят Street Fighter 6, это появление крутой сюжетной одиночной кампании Мировой Тур, которая во многом напоминает Якудза. Мы ходим по улицам города, участвуем в мини-играх, дерёмся с прохожими, выполняем сюжетные и побочные задания. Но это всё по большому счёту большой туториал, вступление, помогающее научиться боевой системе прокачаться, обзавестись достойным снаряжением и подготовиться к основному блюду, а именно к сражениям между игроками. Обычные мультиплеерные матчи и рейтинговый режим с восьмью лигами, комбо-испытания для всех персонажей, быстрые дуэли один на один, вариантов подраться и проверить свои навыки масса. Причём здесь очень круто устроено лобби. Мы заходим в этакий зал игровых автоматов, видим аватары других игроков, которые сидят и играют за одним из таких автоматов, подсаживаемся и начинаем бой. Лучшая отечественная игра Третье место. Head will roll reforge. Все мы знаем, что в России умеют делать игры. Корсары, космические рейнджеры, Kings Bounty и другие, перечислять можно долго. И в последнее время тоже появляются вполне достойные русские игры. Вот, например, Head will roll reforge. Вообще можно назвать одной из лучших именно ролевых игр двадцать третьего года. Да, это не навороченная триплэ игра, но оторваться от неё крайне сложно. В роли средневекового солдата, участвующего в войне между Англией и Францией, мы проходим сложнейший путь от новобранца с низкой репутацией и в дешёвом обмундировании до рыцаря в сияющих доспехах, которые крутят романы с самыми красивыми девушками. Да, в Head will roll reforge есть элементы симулятора свиданий, но главное здесь, конечно, не в этом. Самое важное сам процесс становления нашего героя. Мы должны его тренировать, отправлять выполнять квесты или работать в кузнеце, чтобы зарабатывать деньги и репутацию. При этом он постоянно устает, а время до следующей сюжетной битвы всегда ограничено. Поэтому этим самым временем нужно очень грамотно распоряжаться, чтобы подготовить вашего героя к сражению, в котором он с большой вероятностью погибнет. Драки тут пошаговые и реально хардкорные, в них нужно учитывать массу нюансов и при этом вас могут заставить сражаться с волнами бронированных врагов без права на передышку. Добавьте сюда необходимость делать непростой выбор, который имеет очень серьёзные последствия, и вы поймите, насколько это увлекательная игра. Второе место. Warhammer 40k Rogue Trader Warhammer 40k Rogue Trader не просто одна из лучших российских игр года, но и одна из лучших в жанре РПГ вообще. Причины вы знаете. Серая мораль, тотальная нелинейность, реальное влияние наших решений на прохождение, колоритные напарники, каждого из которых хочется взять в команду, увлекательные разнообразные квесты, правильно воспроизведённая атмосфера сорокатысячника и непростые тактические сражения. Набив руку на серии Pathfinder, сотрудники московской студии All Cat Games выдали лучшую на сегодня для себя игру, которая к тому же стала первой компьютерной РПГ по этому сеттингу. Говорить можно долго, но в такие игры лучше играть. Первое место. Atomic Heart. Про Atomic Heart вы тоже всё прекрасно знаете сами. Да, это не лучшая игра в мире, и она не блистала на The Game Awards. Есть вопросы и к геймплею, и к сюжету, и к проработке главного героя, игра вызывает разные эмоции, порой диаметрально противоположные, но всё-таки положительных больше. Отчасти это действительно русский байошок, несовершенный, но талантливый, стильный и во многом уникальный. А самое главное, это действительно крутая российская игра не потому, что сделана нашими соотечественниками, в какой бы стране они сейчас физически не находились, а потому, что она по духу наша, родная. Здесь полно советской романтики, но нет откровенной клюквы. Поэтому чувствуется, что все эти ремиксы советских песен и старые мультики в телевизорах перенесены сюда с душой, а не, как говорится, ради красного словца. Разочарование года Третье место. Флэшбэк 2 Вышедшая в 1992 году Флэшбэк в свое время даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая французская игра. Это был действительно очень крутой экшен-платформер в мире киберпанка и инопланетян-захватчиков, который, с одной стороны, увлекал своим сюжетом, отсылавшим кучу известных фильмов, включая «Вспомнить все» и «Бегущий по лезвию», и в то же время там были сложные испытания, акробатика и сражения, отсылавшие уже к «Принцу в Персе». Однако все попытки сделать продолжение получились не очень удачными. Более-менее приличный стал лишь ремейк оригинала, вышедший в 2013 году. Там действия перевели в полное 3D, а сюжеты атмосферы, да и сам главгерой стали более голливудскими, что ли, и мейнстримовыми. Это понравилось не всем, но играть было можно, что трудно сказать про сиквел, случившийся в 2023 году. По своей механике, в теории это вполне интересный экшн-платформер, где помимо головоломок, прыжков и сражений есть элементы квеста, свободное исследование локаций и выполнение побочных заданий, езда на футуристическом мотобайке и даже драки на огромных мехах. Но вот техническая часть просто ужасна. Тут и критические баги, и кривое управление, и зачастую невменяемая камера, и застревающие где-то позади напарники. Кроме того, игре явно не хватает сложности. Второе место. Redfall Redfall очень ждали, и многие видели в ней главного конкурента для Starfield. Еще бы, новая игра от Arkane Studios и Bethesda Softworks, разработкой которой руководил Харви Смит, главный дизайнер первой Deus Ex. Причем игра про вампиров, где игроки могут свободно исследовать огромный изолированный остров, куда вторгся целый легион упырей. Смущала, правда, жанровая принадлежность, мультиплеерный, кооперативный лутер-шутер в открытом мире, что на самом деле трудно назвать любимым жанром для Arkane Studios и Харви Смита. В итоге Redfall стала одним из главных провалов года, самой низко оцененной работой Arkane Studios и попала в позорные списки игр с самым низким рейтингом и онлайном в Стиме. Действительно интересными тут оказались сам сеттинг и четверо героев, среди которых есть криптозоолог и изобретатель, телекинетическая студентка, боевой инженер и даже сверхъестественный снайпер. Но вот к самому геймплею куча вопросов. Тут и пустой открытый мир и куча багов и ошибок, и слабый ИИ, и отсутствие нормального матчмейкинга в кооперативной игре, и откровенный кризис идей и самоидентификации. Не случайно у многих критиков возникло ощущение, что Arkane Studios словно по указанию сверху вымучивала игру в несвойственном для себя жанре. И будто специально, стремясь поскорее избавиться от неё, выпустила проект явно раньше и в недоделанном виде. Первое место. Starfield Redfall и Starfield действительно стали главными конкурентами, но в звании разочарования года. Причём примечательно, что обе выпустила Bethesda. Новая космическая RPG от Тодда Говардаса, товарищи, с одной стороны, это типичная игра от беседки. Большая, даже огромная, медленно разгоняющаяся, с кучей разных механик, почти с полной свободой действий и возможностью вместо выполнения сюжетных заданий отправиться куда-нибудь отстраивать фермы и выращивать овощи. Она во многом похожа на предыдущие работы Bethesda, на тот же Skyrim и Fallout 4. Две не могло быть иначе. Ну как могут быть непохожи родные братья и сёстры? Другой вопрос, что новое поколение, по общему мнению, не дотягивает до предыдущего. И дело не в отсутствии талантов или плохих генов. Просто масштабы игры, объёмы взваленного на её плечи и задуманного стали же и главной проблемой Starfield. Она слишком большая и при этом пустынная, если не сказать пустая. Куча бесполезных необитаемых или едва населённых планет в игре уже стали мемом. Таким же мемом стали множество странных NPC, которые нам только мешают. Здесь слишком много однотипных, скучных, сюжетных и побочных заданий. Даже по меркам игр от беседки, которые всегда этим отличались. В Starfield много довольно сложных механик, и при этом игра предлагает откровенно перегруженный интерфейс. Наконец, в этой космической RPG слишком мало космоса, а по планетам можно перемещаться только пешком. Добавьте сюда постоянные загрузки, баги, проблемы с оптимизацией. Нет, на самом деле играть в Starfield можно и даже можно получать удовольствие. Сражаться в космосе на звездолётах интересно, периодически попадаются действительно необычные квесты и яркие персонажи. Общая свобода и дух приключений тоже могут найти отклик в душе игроков. Да и сюжет во второй половине наконец начинает раскрываться, как и сама игра в целом. Другой вопрос, что до этого нужно здесь провести и выдержать десятки, если не сотни часов. То есть Starfield вполне могла стать и самой недооценённой игрой года, но исключительно по вине авторов. У многих просто не хватает сил и терпения оценить весь её потенциал. Игра года Почему Alan Wake 2 мы не назовём игрой года? Все, кто её запускал, прекрасно знают, что именно как игра она не идеальна. Есть вопросы к техническому состоянию, слабая оптимизация, баги, пропадание или отставание звука и субтитров, да и в геймплее есть раздражающие или не совсем понятные моменты. Особенно это касается игры в детектива с этим раскладыванием улик и проведением логических цепочек в местных чертогах разума. Затея на самом деле правильная, хотя и не единожды виденная нами. Например, в играх про Шерлока Холмса от Frogwares. Но в Alan Wake 2 доходит до абсурда. Все мы прекрасно знаем, что нам надо отправиться на озеро, где убили бывшего агента ФБР Найтингейла. Но сага Андерсон сделает это только после того, как мы в чертогах её разума развесим соответствующие картинки на доске зацепок и потом прокричим «Эврика!» А ведь нам надо вернуться на озеро, с Alan Wake'ом эта механика работает лучше и интереснее, но факт остаётся фактом. Кроме того, есть вопросы к управлению и в целом к игре как к survival-хоррору. Он, скажем так, не лучший в мире. Бывает толком непонятно, куда идти и чего хотят от нас авторы. Ну и так далее. Раздражающих моментов хватает. Но точно так же все знают, что спасает ситуацию сюжет, кинематографичность, метанарратив, отсылки к Линчу, Сэм Лейк в роли Макса Пэйна, вау-моменты вроде мюзикла. В общем, всё то, о чём мы говорили про игру раньше в других номинациях. Но не только. Здесь ещё отлично реализованы побочные задания, вроде разгадок детских стишков и совершенно шикарный дизайн многих локаций. Ну и в целом, несмотря на все недостатки, это если не стопроцентно гениальная, то, безусловно, выдающаяся игра. Второе место. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Даже Свен Винке, глава Larian Studios, думал, что лучшей игрой года на The Game Awards признают Alan Wake 2 или Tears of the Kingdom. Новая Зельда действительно, по версии Metacritic, стала лучшей игрой первой половины года, а в конце года у неё с Baldur's Gate 3 на Metacritic 1 в 1 те же баллы — 96. Единственное, что у игры Larian пользовательский рейтинг чуть выше — 86, а у Tears of the Kingdom — 84. Всё это говорит о том, что перед нами две в принципе равных и одинаково крутых, правда, каждая по-своему игры. Новая Зельда вообще сделала практически невозможное, предложила ещё больше контента, свободы и простора для творческих экспериментов со способностями Линка, чем было в Breath of the Wild. Все критики, которые ставили игре десятки, в один голос утверждают, что такой свободы сегодня попросту нет ни в одной другой игре. И при этом, что удивительно, лучше стало и с сюжетом. Даже появились полноценные побочные нет, ну, не квесты, а именно, что связанные увлекательные приключения. Первое место. Baldur's Gate 3. Да, мы тоже будем максимально неоригинальными и выберем игрой года Baldur's Gate 3, а не, например, Starfield. Для кого-то космическая RPG от беседки, возможно, и является игрой года, но повторим, чтобы Starfield раскрылась, нужно поиграть в неё часов 200. Почему не The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Ведь только её, некоторые игровые СМИ всё-таки признали игрой года, и в этом смысле она единственная составила реальную конкуренцию творению Larian Studios. Всё очевидно. Да, это самостоятельная большая и крутая игра, но по своим механикам и идеологии Tears of the Kingdom расширенная и улучшенная версия Breath of the Wild. Кто-то скажет то же самое и про Baldur's Gate 3. Дескать, это расширенная версия Divinity Original Sin. Некоторые именно на этом основании отказывают новой работе бельгийской студии вправе называться Baldur's Gate. Дескать, это типичная Ларьяновская RPG с их юмором, боевой системой, во многом похожей на то, что мы видели в Original Sin, и акцентом на тотальную интерактивность окружения и творческий крафт. Отчасти это верно, но факт и вещь упрямая. Это не расширенная версия Original Sin, а новая RPG по официальной пятой редакции правил Dungeons & Dragons с кучей соответствующего лора от ссылок о механик. Она выглядит более масштабной и проработанной, более того, самой проработанной вообще в истории компьютерных RPG, где всё сделано вручную и нет опостырившего многим рандома, где на каждом шагу ждут новые приключения, и где, вы только вдумайтесь, 13 основных концовок и более 14 тысяч их вариаций. На сегодня это, безусловно, вершина творчества не только для Ларьян, но и для всего жанра. Не случайно сами разработчики из других студий накануне релиза опасались, что Baldur's Gate 3 настолько поднимет планку качества, что остальным её будет просто не достичь в ближайшем будущем. Что ж, есть подозрения, что в ближайшее время, благодаря обновлениям и дополнениям, мы только и будем играть в Baldur's Gate 3, а там, глядишь, сами Ларьян или кто-то ещё сделает что-то достойное на этом же уровне. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok